Современный, интерактивный и уникальный его открытие стало главным событием дня. В Якутске сегодня первых посетителей принял мультимедийный исторический комплекс «Россия. Моя история». Старт федеральному проекту дан по поручению президента страны Владимира Путина. Почетными гостями стали полномочный представитель президента Юрий Труднев и руководитель региона Егор Борисов. Никаких классических экспозиций, все современное мультимедийное пространство. Подробно в сюжете нашего корреспондента Александры Охлопковой. Церемония открытия началась по якутским традициям. Всех гостей пригласили завязать на веревку цветную ленту «Салама» в дереве «Аллукмас», тем самым благословляя работу исторического парка. Далее гостей пригласили на второй этаж, где прошло торжественное открытие музея. Сегодня понимаем, что не только одной экономикой, не только социальным развитием, для духовного, культурного развития, образования, мы можем достигнуть более высоких успехов. Сегодня мы должны воспитать патриота. Мы должны воспитать человека, который понимает, какие цели стоят перед нашим российским обществом. Музей истории – это не совсем обычный музей с залами и экспонатами. Благодаря передовым мультимедийным технологиям парк станет для жителей Якутии живым учебником истории России и нашего региона. Здесь около тысячи единиц современных мультимедийных и интерактивных оборудования. В здании также смонтированы проекционный купол и трехмерные панели с историческими реконструкциями. Это особенно важно для молодежи, которые так привыкли к современным гаджетам. Мы думали, здесь будут просто картины и нам будут просто показывать. Оказалось, здесь целая проекция и очень интересно. Тут очень развитая технология, то есть сенсор, да, современный. Так прикольнее, когда дома сидишь, и это скучно, когда здесь приходишь, здесь весело, все так красиво, ярко, в учебниках мрачные, просто надписи. Картинки тоже скучные. Здесь прикольно. Экспозиции музея – это четыре тематических раздела. Рюриковичи, Романовы, от великих потрясений к Великой Победе и история с 1945 до 2016 года. Всего 58 исторических периодов. Здесь все интерактивное, все кликается, нажимается, читается. Ну, как бы, да, все мультимедийное. И это то, к чему привыкли, мне кажется, сейчас дети. И в таком режиме им будет очень интересно изучать историю России. На строительство парка ушло полтора года. Объект построен при содействии Республиканского фонда будущих поколений. Музей России «Моя история» финансируется из двух источников. Первое – это среди монтажной работы за счет привлечения компании «Рик». И второе – за счет пожертвования компании «Газпром». «Газпром» выделил средства в размере 120 миллионов рублей на оснащение этого объекта. Мультимедийный исторический музей – это сеть федеральных парков. Якутский музей стал первым объектом, открытым за Уралом. Такого парка нет даже в Москве. Получилось так, что то, что мы делали в Москве, то, что являлось федеральной основой, и то, что здесь – это вообще такие две большие разницы. Потому что мы сюда вложили то, что мы не успели сделать в Москве. И вот по-настоящему мультимедийно эта выставка здесь. Вот что самое удивительное. Егор Борисов поставил задачу открыть большой зал истории Якутии. Над проектом уже начали работу. Учесть перспективу создания музея о истории Якутии. Вот с этим расчетом проект был сверстан, подготовлен. И у нас есть еще тысяча квадратных метров на втором этаже под создание такой экспозиции. И мы надеемся, что вот эта работа будет завершена к концу следующего года. Открытие музея вызвало огромный интерес. Уже сейчас часы экскурсоводов заполнены на месяц вперед. С завтрашнего дня музей будет открыт для всех желающих. Александра Хлопкова, Евгений Лугинов, Георгий Григорьев, Вадим Гонкевич, НВК Саха, Якутск.